С самого начала года учащиеся детской музыкальной школы имени Балакирева окунулись в активную конкурсную деятельность. В международном многожанровом конкурсе «Новогодний калейдоскоп талантов» участвовали около тысячи человек со всей России и ближнего зарубежья. Хотя Ольга Сидякина учится на Домре только второй год, она уже добивается первых серьезных результатов. На конкурсе девочка достойно представила Саров и завоевала диплом лауреата второй степени. Мне понравилось, как я сыграла, мне понравилась та пьеса, мне было несложно готовиться, но готовились мы, мы сняли видео и отправили его на конкурс. В международном марафоне «Старый Новый год» участвовали около трех тысяч юных музыкантов, танцоров и художников. В этом марафоне не оценивали ребят и не присуждали им места. Благодарственные письма получил каждый участник, в их числе и Любовь Симонова. Для девочки это второй музыкальный фестиваль за два года ее обучения. Я играла руссконародную песню «Ах, весенне!». Нам в садик приезжал концерт с Домро, и там можно было записаться на Домро в музыкальную школу. Мне очень понравился этот инструмент, и я решила туда записаться. Из-за коронавирусных ограничений учащиеся музыкальной школы уже давно не выезжают на очные конкурсы. И участие в них в онлайн-формате – единственная возможность показать себя и оточить музыкальное мастерство. Хоть это и не сравнится с выступлением перед живой аудиторией. У нас сейчас мало проходит концертов очно, где воспитываются в детях умение себя собирать, интерес какой-то, чтобы тебя тоже посмотрели вживую. Как бы получается, ты снимаешь уже на видео, можно еще раз переснять их. Они уже знают, что где-то если ошибся, ну еще переснимут там. Вот. Ну хочется детям уже выступать вживую. Сейчас девочки уже готовятся к следующим музыкальным событиям – областному конкурсу народных инструментов в Арзамасе и конкурсу «Весенние наигрыши» в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Константин Островский и Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.